Орел Ты летаешь высоко, но бываешь далеко Ты летаешь высоко, но бываешь далеко Чи не был ты, Орел, на моей стороне Чи не журится моя мелко обо мне Так же гордо и свободно парил над землей казачий полковник, атаман Кизлярского районного общества, войсковой старшина Петр Иванович Стаценко. Он родился на Кизлярской земле в благополучные 50-е прошлого столетия. Воспитывался на идеалах Советской России в Краснолосходской 8-летней школе и средней школе номер 5 города Кизляра Республики Дресна. Постигал основы истинного патриотизма в Новочеркасском инженерно-миллиоративном институте и в группе советских войск в Германии. Овеянный пламенем пионерских костров и комсомольской романтики прошел путь от простого комсомольца до первого секретаря Кизлярского районного комитета комсомола. От члена бюро до заведующего отдела Кизлярского райкома партии и заместителя председателя колхоза имени Кирова. Петр Иванович бережно хранил традиции предков и всегда гордился тем, что живет в счастливое время в процветающей России. Гордился, что именно российский строитель создал самую великую железнодорожную магистраль в мире. Российский солдат разбил немецкую регулярную армию. Российский офицер впервые в истории человечества покорил космос. Инженер построил первую в мире атомную электростанцию. Российский писатель написал великую книгу 20-го столетия «Тихий дом». В то время Петр Иванович даже и предположить не мог, что именно этот век во время своего заката стремительно пронесется по российской жизни, разрывая ее на части, по-живому, в клочья. Тяжело переживал казачий атаман 90-е годы прошлого столетия. Парад суверенитетов, вооруженных конфликтов, разгул бандитизма, терроризма, целенаправленная политика сильных мира сего по слиянию наций и народности на родной кизлярщины, когда под предлогом лучшего использования трудовых ресурсов переселялись на плоскость жители горных районов, причем не на свободные места, а на места давно обжитые. Вызывающее поведение переселенцев превратило некогда опрятные земли в мусоросвалки. От повсеместного содержания скота страдали колхозные посевы и сады. Массовыми стали хищение собственности, что постепенно привело к упадку хозяйств и вынужденной миграции молодежи. Коренного населения за пределы Тагестана, в места, где оскорбленному есть чувство уголок. Но не сдавался казачий атоман. Он не паковал чемоданов и не предавал свой край предков, а самозабвенно отстаивал интересы родной земли, коренного населения, будучи депутатом районного и народного собрания. Одновременно занимая должность начальника эксплуатационно-газовой службы Киздарского района, Петр Иванович доносил благо цивилизации до земляков, газифицировав 43 села. Сохраняя крепкую дружбу с людьми разных национальностей и вероисповеданий, протягивал руку помощи беженцам из Чечни и глубоко скорбя провожал в последний путь земляков, соратников, друзей, погибавших в холодном январе 96-го, жарким августом 99-го, тихим мартовским утром 2010-го. И все время искал истину, надеялся, верил и ни на секунду не сомневался в возрождении родной земли. Он так и остался верен и предан ей навсегда. А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля ранила меня! Скакун черногривый, не жди у кургана, казак не придет на заре. Не стала стаценка Петра, атамана, на нашей кизлярской земле. 55-летний атаман кизлярского казачьего общества Петр Иванович Стаценко был расстрелян в своей машине на пороге собственного дома вечером 21 апреля 2010 года по улице Ленина в селе Красный Восход. На месте преступления было обнаружено 30 гильз от патронов разного калибра. Из заявления представительства терского казачьего войска в Москве в адрес казаков и казачьих обществ Дагестана неоднократно выступали угрозы. Мы ожидали, что рано или поздно казаки и коренное население республики станут объектом нападения экстремистов. Провожали всеобщего любимца в последний путь, что называется, всем миром. Казаки от Терека до Дона, от Волги до Невы, собрались в едином порыве, чтобы отдать последний долг человеку неукротимой энергии, неизгибаемой воле, безграничному жизнелюбу и преданному другу. Рука убийцы поднялась на прекрасного человека, доброго казака, который посвятил всю свою жизнь возрождению казачества на Тереке. Сегодня мы вместе с кизлярцами скорбим и скорбит казачество России. Сегодня все атаманы казачьих войск России прислали свои соболезнования семье, близким Петра Ивановича. Из обращения Совета атаманов и Совета стариков Терского казачьего общества. Братья-казаки. Последние события, связанные с террористическими актами в Москве, кизляре, ингушетии, и убийство атамана Стаценко стали звеньями одной цепи. Терское казачество продолжает нести невосполнимые потери. Скорбный список убитых бандитами казаков стал больше на одного человека. Это был удивительный человек, Петр Иванович. До того жизнь любил, до того он обладал такими организаторскими способностями. Он всегда был душой коллектива, всегда был верховоден в этом коллективе. Ну, таким даром немногие люди обладают, да еще плюс у него очень было развито чувство юмора. Это был человек такой, который без юмора он минуты не мог прожить. Человек был, конечно, уникальный. И он пользовался таким авторитетом. И в районе ни с кем у него плохих отношений, натянутых отношений не было. Петр Иванович, он себя всегда ассоциировал с террскими казаками. И не просто был человеком, который одел эту форму, это был казак по духу. Он себя другим именно не ощущал. Если сказать, что мне запомнилось Петре Ивановича, я думаю, многие со мной согласятся. Это всегда его широкая улыбка и добрый такой взгляд. Человек был веселый, общительный. Не забывал дорогу в храм. Нести добро, нести добро. Он всю жизнь свою только этим делал. Нести добро. Принцип служения, чувства долга для Петра Ивановича были на первом месте. Он всегда следовал своему предназначению, отдавая всего себя без остатка. Делал благо для других бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Радовался каждому дню, ощущал себя творцом. Дарил людям радость и бесконечно любил свою родину, землю, свой народ. Петр Иванович изучил историю своего рода до седьмого колена. Бережно хранил родовую память, трепетно относился к родителям. Что нас примет с любовью и нежностью, наш опристом родительский дом. Родительский дом, начало, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах, но горит. Всегда вот дедушка мой умер в январе, а он в апреле, да? А с сыночком в апреле получилось так. И вот это время, пока петь, пока он был живой, ко мне приходил всегда. Или по телефону звонить. Я обязательно должен что-нибудь такое сказать, чтобы я засмеялась по телефончику ему. А так вообще он каждое утро ко мне приезжал, на работу едет, заскакивать, хоть на минуточку заскочить. Я был частым гостем в его семье, он был в моей семье. Вот еще в то время мне просто поразили отношения между детьми и родителями. И вот в семье их было, было, не хочу, ну, трое детей. Петя был старшим, был еще Виктор средний и Ниночка, сестра была младшая. Так вот, вот их не такая, значит, семейное отношение. Родители к детям и детей к родителям, оно настолько было приятно. Так, и причем, хочу сказать, что оно продолжалось до самых-самых нынешних лет. Вместе они песни пели, что удивительно, да, казалось бы. Вот, казачьи песни пели. Вместе собирались, каждый праздник, все. Но настолько это вот такой яркий пример взаимоотношений семейного. Мы любили песни такие, всегда старинные петь. И как приходит до нас, приезжает, а у него эти, вот, песни, как их называют, вставляют, диски. И вот он где-то там казачьи песни, приедет и включит нам, и поем. Сядем с ним и слушаем в машине, мам, залазим в машину слушать. А потом мы с Петей пели песню, а с Ленинграда приезжали. А Петя, Петя дали этот диск. И мы залезли в машину, дедушка еще пел, я и Петя. И дедушку посадили, а дедушка уже плохой, еще ничего не понимал. А залез в машину и говорю, вот давай послушаем, как мы пели. А он думал, что это мы будем петь, мы пластинка эта поете. А дедушка поет и садит, думал, что мы здесь с Петей поем. Поет тоже, да, Петя. Я думал, мам, вы слышите, дедушка поете? Я говорю, да, слышу, он думает, мы с тобой поем. И вот так вспоминаю только. Лучше не вспомнить, лучше не думать. Отец Петра Иванович умер за три месяца до гибели сына, а мама? Мама мужественно и стойко продолжает свой земной путь ради него, доброго Петра, безумно любившего жизнь. Призрачно все, в этом мире бушующее, Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Он жил с душой на распашку, словно ветер не бросал. И понапрасну он не рвал рубашку, а просто делал то, что сам сказал. В компании всегда был заводилой, мог песню спеть и о ней кто-то сказать. В нем было столько богатырской силы, что молодым, пожалуй, не догнать. Петр Иванович легко и свободно располагал к общению и простого россиянина, и американского журналиста. Кем бы ни были и гости Кизляра, по какому бы поводу не приезжали на его родную землю, Все обязательно стремились познакомиться с местным атаманом Петром Стаценко. А он, в свою очередь, гордо и самозабвенно открывал и представителям BBC, И экспедициям казачьего фонда культуры из Петербурга, И просто старым добрым друзьям красоту здешних мест. Одним словом, создавал тот неповторимый кизлярский колорит, Окунувшись в который, сотни гостей нашего города оставались сердцем в нем навсегда. Как осталось когда-то в родных местах Петра Ивановича преданная спутница жизни, Супруга Зинаида Александровича. ПЕСНЯ Супруга Зинаида, кстати, он ее привез в Новочеркасск, были студентами, Он ее завез сама на Воронежское, вот сюда привез, Но не каждый, скажем, там хозяйке понравится, Ну там неделю раз, да, скажем, гости, Асика, Асидин, да, Или у него гости, или он гостя. Ну, вот такие добрые отношения, у них она его, ну, поддерживала. Ну, по-другому как, ну его ж не переделаешь, все, он таким родился. Вот у него сын, Сережа, Похож на него, ну, поздоровее. У Петра Ивановича была, увы, в 36 размер, У сына, слава богу, там за 40, 25, вот, у Мчата. На сегодняшний день у него трое внуков уже, вот. Ну, при жизни у него был внучок, Вовчик внучок. Интересный такой парничка, такой он, весь на деда. В казачий, значит, колледж ходит, такой казачок. И сам он по своей жизни такой. И семья такая, семья очень хорошая. Он встретил ее в далеком Новочеркасске. И всюду ждал, с букетом и без, со словами и молча. А она бежала к нему навстречу, к нему единственным. Навстречу в большом и малом, во всем. Даже 30 лет спустя, в тот злополучный вечер, Зинаида Александровна по-прежнему встречала мужа на пороге их собственного дома, который построили вместе рядом с родовым гнездом Стаценко, где вырастили не одно дерево, воспитали сына, внука и окружились семью самым дорогим богатством на земле, надежными и верными друзьями. А друзей Петр Иванович ценил высоко и всегда по первому золу приходил на помощь, несмотря на занятость, погоду и время суток. Он делил с ними будние праздники, семейные торжества, юбилей и обычные кизлярские вечера на берегу величаого терека. Для каждого находил добрую шутку, свежий анекдот, безобидный розыгрыш, да с душевной песней. С друзьями Петр Иванович вшел в ногу со времен комсомольской юности и до последних дней. Они и сегодня вместе. Причем, к причу, склоняясь голову на могиле труда и продолжают ценить жизнь, ценить так, как ценили он. А с другом детства Виктором Коваленко Петр Иванович не только вместе учился, получал профессию, устроил коммунизм, возрождал казачество и веру православную, но и жил, как называется, одной семьей. Петр Иванович не только учился, но ищущий анекдот, но ищущий анекдот, но ищущий анекдот, но ищущий анекдот. Вот в студенческие годы они нас еще более сблизили, сблизили нас и сблизили наших родителей, которые здесь изляли. Вот после окончания института мы вернулись в родные пенаты, ну и каждый работал, делал по специальности. Он работал в колхозе, я работал в ПМК. Вот эта дружба, которая вот она зародилась уже, так она продолжалась. Три года прошло со дня гибели друга, а Виктор Николаевич до сих пор не может свыкнуться с этой мыслью. В его рабочем кабинете и сегодня под стеклом письменного стола хранятся снимки служебных командировок, рабочих визитов и дружеских встреч. А на стене висит календарь 2010 года с фотографиями дорогого ему человека. И вот я хочу сказать, что для себя отмечаю, что было время до и после, было время, когда он был жив, когда мы были в таком общении, да, и после. То есть такая вот пустота. Вот откровенно говоря, я просто после случившегося, типа месяца три, ну, это было, ну, просто что-то, ну, вот настолько пусто, что вообще ничего не хотелось делать. Просто вот придешь, полярешь, и вот думаешь, ну, просто настолько это, настолько это тяжело дружу потерять. Ну, вот, когда теряешь друга, для тебя начинается другая совершенно жизнь. Ну, что-то не хватает. Не хватает его звонка, не хватает его слов, не хватает вот его присутствия, не хватает вот этих вот его рассказов. Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает. Он кровь с тобой не разделяет, и с фляги из твоей не пьет. Роковой апрель 2010-го. Мистика или простое совпадение? Петр Стаценко погиб именно в то время года, когда после зимнего сна пробуждается матушка природа и зарождается новая жизнь. Жизнь, которая для него была во всем. В золотисто-розовых рассветах, в белоснежнем ситце ромашек, застенчивости, покочих их над рекой. Именно весной сердце среднестатистического россиянина начинает учащенно биться в предвкушении летнего отдыха. Это как инстинкт перелетных птиц, заставляющий срываться с родных гнездов и летит в немедомые края. И только Петр Иванович никуда не спешил. Заядлый рыболов, охотник, краевед. Он испытывал особое наслаждение в тихих заводях местных озер, в изумрудной зелени перелесков, в обжигающем ветре без крайних степей. И не просто наслаждался, а поотически заботился о флоре и фауне родной земли. Дома, в своеобразном реабилитационном центре, дружной семьей жили дикие и домашние животные. На работе экзотические птицы, а местный музей имени Петра Багратиона постоянно пополнялся краеведческими экспонатами. Будучи охотником, он был большим природолюбом. И это можно было, вот на работу к нему приходишь домой, приходишь у него на работе, ну, если зоопарк нельзя сказать, но там такая коллекция была птиц. Там и фазаны были, и эти павлины были, и лебеди были, и куропаточки, и некоторых уже и так, и назовешь. То есть он таких редких этих доставал, там клетки для них построил. И надо дать должное, он любил это показать. Он разводил, он сам на этом, от этого получал огромное удовольствие, там маленькие бассейнички. До сих пор это, слава Богу, осталось, что после него вот эта команда, которую он создал, осталась команда, они поддерживают, собственно говоря, тот, я даже не знаю, как это назвать, этот уголочек любителя, на который приятно было посмотреть. Петр Иванович Стаценко в свое время был большим любителем краеведов. И для нашего музея, имени Петра Ивановича Багратиона, он подарил очень интересную кладку птиц. В ней собраны яйца тех птиц, которые живут у нас, при Каспийской низменности. Это и маленькие яйца попугаев, и большие яйца лебедя шапуна. Символично, что именно в этом музее, в годовщину гибели Петра Ивановича, друзья откроют экспозицию его памяти, как живое свидетельство вечной жизни атамана. Особое место в музейной экспозиции занимает балалайка, живое напоминание еще об одном откровении Петра Ивановича, творчестве. Его по степному раздольная, по-восточному мудрая речь, пересыпанная экспромтом моментально рождаемых шуток, снискала ему славу самого популярного тамады региона. Игра на музыкальных инструментах манила и завораживала. А песня? Его песня звучала от порога отчего дома до ротунды Маринского дворца. Замечательный человек. Вроде к старикам его нельзя отнести больно в ладонь, но хранит он свою семейную традицию. Садится с матерью и с отцом, и как затянут на три голоса. Но поскольку, или знаете, гроб была душевная теплота, не интеллектная нежность, а к своим пресням обрадительным, он каждый день обязательно их посещает, он каждый день звонит, он каждый день заботится. Я хочу вам представить замечательный человек, музыка, атоматы, изляра, из даже того, куда, Петр Станценко. Можно выучить слова, запомнить мелодический рисунок, но все-таки это еще не будет песня. А вот если затянет мелодию талантливый исполнитель, затянет так, что нерв на пределе, что душа нараспашку, вот здесь рождается искусство. Песни Петра Ивановича освобождали от временных оков и уносились ввысь. Туда, где секунды и вечно сливаются воедино. Впрочем, не только песни, а все дела и поступки. В этом, пожалуй, и был для него истинный смысл жизни, жизни, которую он так любил. Батька стар, жатька сет, замутил дочке свет, А она, ты лыка, рано замешат дала, а мать лыка, рано замешат дала, рано замешат дала за велику семью, а мать лыка семья, хай вычерет седа, хай вычерет седа. И нематериальные блага делали Петра Ивановича счастливым. Счастливым его делали сознание своей нужностью людям и душевная красота. И кто знает, может, тихим апрельским вечером он ушел именно ради того, чтобы по-прежнему кружила над землей весна. О неземной любви пели соловьи, свадьбам и крестинам не было конца, а на кизлярщину пришли долгожданный мир и согласие. И от белых сталь, И от белых сталь Мир добрее стал. Пусть летят по небу лезвий Над землей, поверь, Над судьбой моей Летите в светлый мир Людей! Субтитры создавал DimaTorzok